Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях понедельника 13 марта вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Вместо торгового центра на Донской появится бесплатная парковка. Такое решение принял глава Сочи после инспекции района. Приморскую набережную Сочи продолжают освобождать от незаконных строений, в их числе второй этаж кафе Бабаева. Занесло на вираже? Врачи знают, как помочь. В Сочи прошли тренинги медицинского персонала «Формулы-1». Легендарные спортсменки встретились с сочинскими фигуристами Ирина Роднина и Елена Чайковская. Стали участниками нового федерального проекта. Полисы ОСАГО должны быть доступны без оплаты дополнительных услуг, как в городах, так и в станицах края. Об этом сегодня на совещании по вопросам автогражданки заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Участие в заседании принял и заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. В прошлом году Краснодарский край был одним из самых проблемных регионов по выдаче полиса ОСАГО. Страховщики задерживали выдачу бланков, провоцируя огромные очереди. С начала этого года страховые компании обязали оформлять электронные полисы через интернет. Если уже государство ввело обязательное автострахование полиса ОСАГО, то мы должны создать условия для того, чтобы оно нормально работало. И вот наша сегодня с вами задача еще раз посмотреть, где еще этот механизм подкрутить, чтобы он работал хорошо. По количеству автомобилей Кубань в числе лидеров среди остальных регионов. Только в Краснодаре на тысячу человек приходится 437 машин. Больше, чем в Москве. Поэтому сбои в системе ОСАГО, по словам губернатора, это угроза для социальной стабильности в крае. Вместо очередного торгового центра на Донской появится бесплатная парковка. Такое решение принял глава Сочи после инспекции района. Забор у остановки «Юбилейная» появился пару месяцев назад. Участок огородили и, по некоторым данным, запланировали построить торговый центр. Магазинов здесь достаточно, заявил глава Сочи. А вот машины покупателям припарковать негде. Поэтому решено оставить землю для общего пользования. Договор аренды немедленно отменить, потому что здесь должна быть парковка для магазинов. Местные предприниматели за свой счет согласны заасфальтировать стоянку. На это у них месяц. А вот забор Мэр Сочи распорядился убрать сегодня же. Не так все просто оказалось в жилом фонде. Тем более, что заглянул сегодня глава курорта в удаленные от главной улицы уголки. И если внизу на Донской еще более-менее чисто, то вот на Гранатной и Тимирязево налицо равнодушие. И жильцов, и управляющих компаний. Люди высыпают мусор на зеленую зону между домами, а коммунальщики не могут поделить территорию и решить, кому же убирать. Анатолий Пахомов заявил, сегодня же Домоуправление должны ознакомиться с границами прилегающих к домам участков и привести их в порядок. А вот самим жителям надо убрать так называемые клетушки, огороженные сеткой при домовой территории. Ведь используются они не для выращивания цветов, а вот, например, для парковки автомобиля. Да и чистота в подъездах не всегда ответственность управляющей компании. Ряд домов в целях снижения тарифа отказался от этой услуги коммунальщиков. Но вот самостоятельно тоже убираться не спешит. С пассивными жильцами тяжело порой справиться даже инициативному домкому. И говорю, и прошу, и помахают мне девчонки и жильцы. Но с этим бороться очень трудно, сами знаете. С нерадивыми домоуправлениями расстаться жильцы могут самостоятельно и принять на работу зарекомендовавшие себя с хорошей стороны компании. А вот в районе остановки Новая Заря чистотой озаботятся и жители соседних садоводческих хозяйств, и торгующие там предприниматели. Сегодня надо всем миром просто-напросто собраться и зачиститься после зимы, сделать комфортную городскую среду. С другой стороны, мы просто обязаны это сделать, потому что мы уже, мы город, в котором такой грязи никогда не должно быть. Потому что в нашем городе проводится много-много разных событийных мероприятий. Мы снова на Кубке Конфедерации будем представлять Россию. И от того, какой увидят город Сочи, наши гости из-за границы, они будут думать о России. Поэтому у нас нет других вариантов. Глава города заверил, что благоустройство Донской будет продолжено. К примеру, к лету в районе дома номер 100 по просьбе жителей появится современная детская площадка. Мэр поручил чиновникам уже сегодня внести эти работы в план. С благоустройством помогут и сочинские единороссы. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Центральную приморскую набережную Сочи продолжают освобождать от незаконных строений, в их числе второй этаж кафе Бабаева. Подрядная организация начала разбирать конструкции второго этажа накануне. В соответствии с распоряжением главы города Сочи происходит снос незаконного построенного второго этажа кафе Бабаева. Нами приглашены подрядная организация, спасатели на всякий случай. Несмотря на то, что администрация действует согласно 222-й статье федерального закона, хозяин заведения всячески пытался помешать исполнению распоряжения главы Сочи. Но попытки не увенчались успехом. Рабочие продолжали разбирать незаконно построенный этаж. Вообще работы по очистке Приморской набережной от объектов, закрывающих вид на море, начались еще в прошлом году. Глава города Анатолий Пахомов призвал активизировать работу по правовому обоснованию и сносу уродующих курорт-объектов. До наступления летнего сезона во всех четырех районах города будут снесены еще почти три десятка объектов в прибрежной полосе. На улице Горького около железнодорожного вокзала установили новые дорожные знаки. Согласно им, останавливаться и стоять теперь нельзя на первой линии остановки общественного транспорта. Как пояснили в городской администрации, мера – это необходимая. Хаотичная парковка автомобилей мешала движению автобусов. Поменялась ли ситуация после установки знаков и как на нововведение отреагировали все участники дорожного движения? Об этом в нашем следующем сюжете. Остановка и стоянка запрещена. Работает эвакуатор. Эти знаки на привокзальной площади появились неделю назад. И первыми оценили нововведение таксисты. Насиженные годами места их попросили освободить. Мы здесь годами работали. И вроде никого не мешаем. Официальное такси. И вдруг знак эвакуатор работает. Мешают или нет припаркованные на дороге такси и другие автомобили – вопрос спорный. Водители общественного транспорта с установкой знаков как раз согласны. Говорят, езда с препятствиями порядком надоела. Автобус большой, комфортный. И практически очень сложно между ними мареврировать, чтобы проехать в сторону назначенной остановки. На такой большой машине миллиметражи вот эти – это любому водителю, я думаю, не будет нравиться. Да и пассажиры поддержали новшества. Стихийная парковка накаляет ситуацию в том числе и на остановках. Какой маневр совершит водитель автобуса и где в конечном счете остановится – порой крайне сложно предугадать. Что с таксистами делать, что с ними решать, ну везде, везде по остановкам они такси оставляют, маршрутка не подъезжает, невозможно подъехать вообще порой. Здесь, естественно, не подъехать, не подойти, создаётся пробка. Мало того, что и так, как-то узко, и ещё вот эти заборы, это всё. Ну, неудобно, конечно. Предотвратить заторы и увеличить пропускную способность. Собственно, для этих целей знаки и поставили. По словам представителей городской администрации, сочинцы неоднократно обращались к ним с жалобами на сложную дорожную обстановку. Целью установки данного знака является увеличение пропускной способности улицы Горького, чтобы не затруднялось движение общественного транспорта, исключить заторовые ситуации. По словам участников дорожного движения, несмотря на то, что знаки установили всего неделю назад, ситуация всё же начала меняться в лучшую сторону. Между тем, некоторые водители до сих пор по привычке оставляют свои автомобили на дороге, за что неминуемо стражу порядка им вручают протоколы. Протокол за протоколом. Везде стоят знаки авартуатора. Никто не говорит, мы им ничего плохого не говорим. Просто мы хотим место, где мы официально можем работать. К слову, как раз сейчас над решением этого вопроса работают представители городской власти и компании РЖД. Ну а пока таксисты, да и другие водители должны определиться с выбором. Ставить автомобили под знаками и платить штрафы или найти более безопасное место и для транспорта, и для кошелька. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. В минувшие выходные спасатели эвакуировали туриста с горного массива Псиашха. О помощи 36-летний мужчина попросил сам, позвонил в отряд МЧС. Как рассказал пострадавший, он сорвался со склона горы, упал в обрывы, самостоятельно передвигаться не может. Туристы обнаружили на южном склоне горы Западной Псиашха. Из-за сложного рельефа пилоты не смогли посадить вертолёт, и пострадавшего подняли с помощью лебёдки. Фельдшер в вертолёте оказала ему доврачебную помощь. По предварительному диагнозу мужчина получил вывих плеча. На базе МЧС в Сочи его передали врачам скорой. Как отметили сами спасатели, туристу очень повезло. Он упал на так называемую полочку, а прямо под ней находился водопад и далее ледник. Ко всему прочему, турист отправился в горы в одиночку и у спасателей свой поход не регистрировал. Тренинги медицинского персонала «Формулы-1» прошли в минувшую субботу на Сочи-автодроме. Как на гоночных трассах учатся медицинские бригады, узнала Елена Всецына. Водитель скорой знает все особенности выезда на трассу, где проходят гоночные заезды. Этому тоже учат, как и оперативному реагированию медперсонала в случае аварии. От профессионализма врачей зависит жизнь человека. Здесь при экстремальных ситуациях важно не потерять время на счету. Каждая минута, секунда. Нужно моментально понять, что же произошло с автогонщиком, какие он получил повреждения, чтобы оказать первую помощь. Чрезвычайные ситуации случаются, поэтому наличие медицинских бригад здесь обязательно. Это требование ФИА Международной автомобильной федерации. И для тех, кто будет дежурить на трассе первый раз, нужно еще и морально быть готовыми. К этой работе мы готовы, учитывая то, что большой опыт в оказании медицинской помощи, проще сориентироваться в плане оказания и быть морально собранным в этой ситуации. Потом проходили тренировки неоднократно. Мы готовы к этой ситуации, знаем все повороты, особенно специфику трассы. Российский этап «Формулы-1» начнется в Сочи 28 апреля и продлится до 30-го. В этот раз отрабатывали оказание помощи пилоту при столкновении болида с препятствием. По сценарию пеший медицинский пост забирает пострадавшего и уводит с трассы. Но гонщик теряет сознание, и тогда подключается уже бригада скорой, которая должна доставить его в медицинский центр, расположенный вблизи, а уже оттуда вертолетом в сочинскую больницу. Что за необходимость каждый раз перед гонками проводить подобные учения? Ну, во-первых, между гонками у нас проходит год, навыки могут теряться. Поэтому мы проводим перед соревнованием, где-то за месяц, проводим такие крупномасштабные учения для того, чтобы напомнить сотрудникам все правила, требования ФИА. Потому что у нас за один день до гонки проходит медицинская инспекция ФИА, где они проверяют действия, слаженность коллектива. Поэтому мы проводим вот эти тренировки, чтобы все было идеально. Традиционно в составе бригады медиков представители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. Общее количество медперсонала – 200 человек. По рамках российского Гран-при Формулы-1 на трассе будут работать 11 пеших медицинских постов, 5 машин скорой помощи, 3 бригады извлечений и 2 медицинских вертолета. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Олимпийский мастер-класс сегодня для юных сочинских фигуристов провели легендарные фигуристки Ирина Роднина и Елена Чайковского. Они являются членами попищительского совета городской общественной организации «Лига женщин. Мост добра». Известные общественные деятели отметили, что в Сочи реализация стратегического федерального проекта «России важен каждый ребенок» находится на высоком уровне. И этот опыт может стать примером для многих городов страны. Подробнее Татьяна Говоркова. Этим сложным техническим видом спорта на сегодняшний день занимаются больше 70 сочинцев. Из них 26 ребят уже имеют спортивные разряды и в январе перешли к тренерам краевого центра олимпийской подготовки. Мы ждем от вас побед. Ждем успехов. Елена Чайковская часто дает мастер-классы перспективным фигуристам в сочинском центре «Сириус», куда приезжают одаренные спортсмены со всех регионов страны. Однако таланта сочинцам не занимать, говорит она. Прошедшая Олимпиада и материально-техническая база, которая теперь досталась местным спортсменам, значительно увеличивает шансы ребят на то, чтобы пробиваться в большой спорт. Очень много хороших детей, я сказала тренерам, именно наших по конституции, по спинам, по ножкам, по выворотности. Очень хороший набор, очень хороший. Я не видела других, вот только эту группу смотрю. Уже прыгают прыжки сложные и аксель, и пошли двойные. Даже те, кто катается всего год. То есть, значит, это говорит о том, что ребенок способен. Для основной группы юных сочинских фигуристов эта встреча с известными российскими спортсменами прошла впервые и многому научила. Она строгая, но она меня научила тянуть ногу. Мне понравилась она, и она хороший тренер тоже, как наш тренер. Она лучший тренер в мире. Мы гордимся, что получили такую возможность с таким тренером, трехкратным олимпийским чемпионом, позаниматься. Встреча легендарных спортсменок с юными фигуристами прошла под эгидой федерального проекта России «Важен каждый ребенок». Его координаторы в Сочи – попечительский совет общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра», членами которого являются не только известные деятели Сочи. С каждым годом к общественной организации присоединяются прославленные спортсмены и артисты. Оксана Пушкина, Елена Чайковская, Ирина Роднина тоже в разное время стали членами этого попечительского совета. Мне кажется, это очень хороший проект. Он набирает только силу. Потрясающее исполнение этого проекта в Сочи. Город Сочи первый, который принял у нас паралимпийские игры и соревнования. И то, что делалось в городе, то, что мы называем программой «Доступная среда», она для города уже стала не просто доступной, а давно уже в действии. Поэтому, наверное, один из первых проектов такой масштабный он и возник в Сочи. Общественная организация «Лига женщин МОЗ Добра» работает над повышением качества жизни сочинских детей во всех сферах уже больше семи лет. По девизам организации «Чужих детей нет» регулярно проводятся благотворительные программы, оказывается финансовая поддержка малоимущим и приемным семьям, а также родителям детей-инвалидов. Мы ведем большую работу, и все это для того, чтобы нашим деткам было комфортно. То есть это и школьная форма, и новогодние праздники с подарками, елки мэра, и это всевозможные поездки на соревнования и творческие коллективы. Ну, в общем, и малоимущие, и, конечно, лечение. Все это входит в наши компетенции, и мы это все делаем постоянно. Самый яркий проект женской организации «Хрустальный петушок» – ежегодный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья из городского уже приобретает всероссийский статус. И этот фестиваль теперь будет проходить под эгидой федерального проекта «России важен каждый ребенок». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи полицейские провели урок онлайн-безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили школьникам основные правила безопасности в интернете. Ученикам рассказали о необходимости быть бдительными при общении с малознакомыми людьми в социальных сетях. Посоветовали, как не стать жертвой вербовщиков в запрещенной организации. Также полицейские встретились с педагогами и родителями. Вручили им специальные памятки с советами, как оградить несовершеннолетнего от опасных интернет-ресурсов. Глава города встретился с лучшими юными спортсменами Сочи. Встреча прошла в администрации курорта. Анатолий Пахомов поблагодарил спортсменов за упорство и волю к победе и вручил им почетные грамоты. В их числе Данил Абрамов и Сурик Магакян. Они стали первыми на Кубке мира по тайскому боксу. Вячеслав Яркин о первенстве мира среди юниоров по тяжелой атлетике завоевал почетное второе место. Григорий Гвашев одержал победу в двух крупных соревнованиях – первенстве России и первенстве Европы по Ушу-Таулу. Вы являетесь достойным примером для нашей молодежи, для Сочинской. Потому что сегодня мы очень горды тем, что 77% наших детей школьного возраста наряду с занятием физкультурой и спортом в школе дополнительно занимаются в спортивных школах. Вот это, честно говоря, то, к чему мы стремились. Как отметил Анатолий Пахомов, результат каждого профессионального спортсмена невозможен без поддержки высокой квалификации тренера. Он выразил слова признательности наставникам, закропотливую работу, направленную на воспитание будущей спортивной элиты Сочи. Также мэр выразил надежду на то, что юные сочинские спортсмены будут и впредь демонстрировать хорошее достижение, тем самым прославлять город и страну. К другим новостям. На улице Пластунской открылся новый торговый центр под названием «Вертодром». Рядом с прежней ярмаркой здесь широкий ассортимент продукции. Фрукты, овощи, мясо, рыба, хлебобулочные изделия. Много и товаров для дома. Ярмарка «Вертодром» привлекает в первую очередь своей компактностью. Удобный подъезд, много парковочных мест, причем бесплатных. И товар можно приобрести абсолютно разнообразный – от продуктов питания до хозяйственных вещей. Все сосредоточено на одной территории. Здесь закрытые торговые ряды, построены новые павильоны, яркое солнце или наоборот дождь – не помеха покупателям. Везде чистота и простор. У нас преимущество ярмарки тем, что она у нас находится на свежем воздухе, не в помещении, доступные цены. И в совокупности здесь можно приобрести все то, что вы можете купить в больших магазинах, но по доступным ценам. Для любого покупателя в первую очередь важно качество. Свежие продукты от кубанских производителей – то, зачем сюда, собственно, и идет покупатель. Я чайник приобрел хозяйственными какими-то вещами. Мясо взял вот. То есть все есть. Все, что можно, здесь можно приобрести. И сладости, и хлеб, и мясо, и, пожалуйста, то, что у нас, шампуни, моющие средства. Цена хорошая, незавышенные цены. Ну, то есть все по-человечески, все доступно, все. И санитарные нормы здесь видно. Магазин «Золотая рыбка» предложит как свежую форель, так и рыбу копченую, соленую, сушеную и несколько видов икры. Внешний вид овощей, фруктов, грибов, сам говорит за себя, свежая, привлекательная, качественная. Ну, а приобрести здесь можно не только все для стола. Здесь павильоны с одеждой, причем, что немаловажно, отечественных производителей. Приятно к телу, конечно. Допустим, халат у нас краснодарская фабрика, детское белье, это у нас Пятигорская, Карачао-Черкесия, у нас вязанные вещи. Очень хорошего качества, недорого. Всегда важен выбор, и здесь действительно он огромный. У сочинцев есть прекрасная возможность, не переплачивая, покупать доступный товар. Торговый центр «Вертодром» работает с 8 утра до 7 вечера. Он находится на пересечении улиц Пластунской и Конституции. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.